здравствуйте друзья вопрос я уже несколько лет живу в англии и работая с англичанами заметил что они не воруют на работе и не берут то что плохо лежит даже заметил за собой такие же перемены лучше куплю чем возьму вспоминая годы в россии скажу так воруют везде и все заберут даже последний кусок мыла на работе боже а как американцы если у них такое я имею ввиду воруют или нет спасибо а может быть это болезнь вот так вы знаете что я вот вспоминаю когда мы жили в советском союзе в россии но я жил в россии в москве ну даже не знаю если я на заводе работал или где-нибудь не дай бог на мяскомбинате может быть там как-то иначе было бы но поскольку я работал в конструкторском бюро а потом в учреждении таком исследовательском педагогического профиля образовательного как то у нас не воровали я не знаю там собственно и не было особо чего украсть да это отдельный разговор но как-то не знаю даже ну допустим там но можно было взять карандаш там зачем-то принести домой там ребенку этот карандаш но ребенку не нужен карандаш которым там конструкторы рисуют у ребенка цветные там можно было купить в коробках продавались большом с ну небольшом ассортименте но коробки были большие там много карандашей ну то есть не знаю за что там можно было взять ластик что ли ну а знаете что все нашел нашел тему были вещи которые посчиталось приличным заныкать то есть нет не то чтобы это как ты украл вот допустим если ты взял книжку почитать и потом ее как бы заиграл вот не вернул то это ты заиграл ты не украл книжку ты заиграл вот и взял но просто не вернул это было я не хочу сказать что исключительно принято но в общем имело место быть такой в мире например вот электроники так так это назовем поскольку я был связистом то в институте связи когда я учился там было много радиолюбителей это абсолютно был для меня непонятный тип людей они все время что такое собирали там паялись зачем совершенно непонятно ну то есть нет на этим им конечно понятно было безусловно на общем да кроме того в профессиональной разработке радиолюбитель это было ругательное слово это я понял когда уже потом в кб работал потому что радиолюбитель у него как бы критерий такой вот он собрал что-то на коленке она вроде работает в серийное производство этого нельзя запустить потому что нарушены режимы там по гостам не проходит и так далее то есть это не солидно вот так что я рад что радиолюбительство прошло мимо меня но могу сказать что у радиолюбитель есть одно замечательное свойство все время ворует комплектующие то есть вот где-то вот ну он может день там на помойке взять и отпаять чуть там какой-нибудь резистор вот но если он работает там какой-то лаборатории или там в конструкторском бюро и там есть эти запчасти он их потихонечку подтаскивает причем зачастую не потому что он работает там над каким-то проектом в данный момент а просто чтобы было все он знает где это может пригодиться там и так далее и я помню у нас был один парнишка ленинский стипендиат такой был чисто академический такой мальчик ничего руками не делал вот вроде меня и он пошел на какую-то там кафедру а я там уже подрабатывал там на полставки лаборанты это было ставка лаборанта была 65 рублей 3250 месяц вот этом заработал что-то делал какие-то там исследование него и он тоже пришел туда и говорит вот хотел бы там может какой-то там проектик работежка там что-то ему для аспирантуры последующий был но этот заплав такой был скабрёзнее скабрёзный такой был мужик матершинник он ему говорит а ты говорит сейчас мне радиолюбитель ну и тот конечно не буду он не было радиолюбителем это я я точно могу сказать но он так ну да вы конечно вот радиолюбитель и заплав ему и говорит а на хрен но так гораздо более крепких выражениях он ему говорит а тут такой двухметрового роста такой большой такой парниши парнище блондин так и он ему говорит а на хрен ты мне тут нужен радиолюбитель только детали воровать но так я мягко выражать вот и так вот и в общем вот вам да поэтому но я я бы сказал что ты относительно безобидное как бы такое было воровство то есть как бы она не воспринималась как обидно то есть это не то что вы пришли в магазин допустим меня один знакомый был например вот он пытался меня научить вот такому действию он ведь вот идешь там в цум с утра покупаешь костюм там за ну я не пьяни не помню цен тогдашних ну допустим там за 60 рублей покупаешь костюм вот идешь домой потом там после обеда приходишь в этом костюме который за 60 рублей и берешь на примерку там пару костюмов которые по 200 и значит да и уходишь в том который за 200 там ярлык это дал и уходит они же знают что человек пришел в костюме вот он вроде вот это это настоящее воровство это как бы вот такой уже криминал ну так мел мел мелкая такое но кто все равно то есть когда он там какой-нибудь там резистор стащил из коробки это вроде бы по мелочь значит ну как-то не в счет так так было и кроме того но делать и на работе там а другое дело все-таки пришел в магазине украла совсем другое дело что еще я помню у нас в сша уже лет двадцать назад у нас было много студентов выпускников на практике в компании компакт и вот много но много это может быть 30 одновременно у меня то еще в лос-анджелесе была маленькая там отделение оттуда ребят подъезжали короче кучу тех 30-40 может их там было одновременно и мне менеджер говорит вот смотри этот вот стоит шкаф и в этом шкафу лежат ну сопла из всякие вот для делал там фломастеры карандашики даже не знаю что там блокнотики ну что там бывает вот в компании вот и он ведь вот когда шкаф заполняют обычно хватает на полугода а вот как практикантов там ваших это стали брать так смотришь там недели и шкаф пустой давайте зачем это быть я не знаю я помню у нас были студенты которые приходили но они уже работали и там придет какую-то лампочку принесет для проектора знаете у нас на проекты были с лампами лампы периодически сгорали достаточно часто было сейчас они там годами стоят мы даже забыли что там лампочки есть а буду время когда каждый там месяц меня перегорали какие-то лампочки принесет или там фломастеры на доске писать я я говорю а это что будет ну вот у нас там в коптерке нашел думаю чем там лежит вот там и такие добрые люди приносят вот в таких мелких формах существует такое как это называется несуны вот такие несуны существуют вот например люди в гугле работают и там вроде жрачка бесплатно отсюда стоит им говорят что домой не носить но народ носит то есть я слышу все время там разговоры вот там русские индусы там радостно чуть-чуть уносят нам в школу иногда приносят студенты вот бывшие выпускники там ведь там наберут чем там карман сунут приносит вот где там угостить хотят вот так что вот это вот не несуны как вот это вот не нести выносить так сказать за пределы части это среди наших соотечественников присутствует но я думаю что это присутствует просто такой ранней стадии американского развития когда ты еще мозгами там а физическим телом уже тут потихонечку это проходит я я видел этого много в динамике она проходит у у американцев не могу сказать не замечал но тоже но никто так не тянет чтобы там заметно было я не знаю например это не связано с тем чтобы с работы что не стащить но вот например например в магазинах воруют то есть когда вы начинаете там что-нибудь читать на эту тему то я боюсь там с цифрами но там два-три процента может быть четыре процента в магазинах вот они считают что этому крадут то есть ты ты этого не продашь его просто стибрит это присутствует но это уже такое именно воровство не не на работе так чтобы допустим утащили кусок мыла я даже не представляю себе ну вот как это ты пришел в туалет чтоб там не было мыла другое дело что есть люди которые например там работают и они это было разносят раскладывают и у них там остается может быть там еще что-то но но опять вот я как бы иногда замечаю что вот люди которые этим занимаются это мексиканцы вот у нас вот тоже так немножко подтягивают не не в такой форме знаете откровенно жлобской но так по мелочи подтягивают я но я не хочу примеров там особых но мы несколько раз отказывались от услуг нескольких таких мексиканских там бригад которые убирают на дому они вот так по мелочи там за ними числилась они могли и там мыло допустим смотришь там стоят какие-то шампуни у нас так ну там запас какой-то и и вот смотришь там каждый раз они пришли если запаса меньше вот то есть это это присутствует но если мы так про американцев именно но я я не замечал не сталкивался не это в принципе понимаете я думаю такие пережитки вот как бы нового иммигранта вот я когда в страховании работал там например было известно то есть нам говорили ну когда нас учили тренировали там было известно что например новые иммигранты они с большей вероятностью например занимается таким занятием как бить машины то есть они договорно так сказать да они договариваются один другого стукнул там типа стукнул на самом деле это не было настоящей аварии потом все пошли лечиться потом пошли получать деньги со страховой компании и так далее так далее поэтому то есть вот известно что новые иммигранты этим грешат это как бы вот в страховой индустрии это известный факт поэтому в целом общество как бы на этом не не зациклена да то есть если это и есть то она как бы в маленьких таких в несущественных количествах и в каких-то вот нишках вот или там скажем новые иммигранты или там может быть где-то там люди какие-то очень бедные или там какая-то специфическая такая ситуация я понимаю что это возможно но вот такое у меня представление счастливо